Пока в Крым угадают, чем помог энергомост полуострову и появились ли положительные сдвиги в подаче электроэнергии для граждан, Евпаторийцы продолжают сидеть без света. В городе без изменения электричества бывает по 3-4 часа в сутки, в основном ночью. Два-три часа дадут света, потом по 8-9 часов нет света. Единственное, что переживаешь за холодильники, за вот это все. Ну и вечером не знаешь, куда себе девать. Основная жалоба Евпаторийцев – отсутствие графиков подачи электроэнергии. Точнее, они-то есть, но вот их исполнение оставляет желать лучшего. Да ужас один, ужас. Не, ну почему ужас? Надо обрить положительно. А как? Ну тебе хорошо без света? Мне, например, очень плохо без света. Ребенок, не занимаешься, не играет, холодно, отопление, газовый котел, свет нужен. Сидим в холоде, мерзнем, все, не постирать ничего. Ну, несколько дней давали свет вообще полчаса. Графика никакого, никакого. Хаос полнейший. Когда захотят, тогда включат. Графики есть. В общем, свет, конечно, дают. Когда? Никогда. Ну, терпим, терпим. Нужно, чтобы все было хорошо. Да и все. Тихо, спокойно, чтобы нас никто не обижал и мы никого не видим. Кушать есть что, приготовить есть что. Главное, что это, где вот нету плиты электрические. Так вот, те люди жалкоют их, что редко впадает им электроэнергия. Те, у кого маленькие дети признают жизнь в отключенном от электроэнергии Крыму, стало намного труднее. Купить однокиловаттный генератор молодым семьям не по карману, да и проку от него мало. Каминные нагреватели воды он не потянет. Только освещение в квартире. И стоит этот источник света в Евпатории от 16 тысяч рублей. В том, что крымчане сидят в темных квартирах, люди пытаются искать свои плюсы. Тяжело живется без света. Свечки, фонарик. Играем в конструктор, домино. Ужин при свечах. Так что, есть свои плюсы. Не проводим время в интернете, проводим время с семьей. Так называемая администрация Евпатории будет просить у оккупационного совмена увеличить лимиты по электроэнергии для города. Поскольку пока из заявленных 24 мегаватт поступает всего 17 мегаватт. При этом в соцсетях разгорается скандал по поводу того, что оккупационный глава администрации Андрей Филонов работает днем в своем кабинете при включенном свете. Как сообщает издание «Аргументы недели Крым», пресс-служба Филонова разместила в интернете фото, на которых видно включенное освещение кабинета совещаний при дневном свете в окне. Реакция возмущенных горожан в соцсетях не заставила себя долго ждать. Люди пишут, цитирую, да уж, городадминистрация экономит только на простых горожанах и ни в коем случае не на себе любимых. За окном белый день, а в кабинетах новогодняя иллюминация. Конец цитаты.